Здесь это и произошло. За моей спиной стоял надувной батут, как раз в преддверии Дня защиты детей. Одним вечером он неожиданно срывается и перебрасывает двух девочек трех и четырех лет через этот забор прямо на трамвайные пути. Вот то самое видео с камеры торгового центра. Батут буквально взмывает. Версий несколько. Либо взрыв от повышенного давления, либо порыв ветра. Очевидцы расходятся во мнениях, но в одном согласны. Было жутко. Там очень много было криков, много было стонов, много было плачу. Так что здесь скорые были, три скорых было, и милиция, и две пожарки. Здесь очень много было народу и было очень страшно. Батут поднялся, дети на трамвайные линии. Ну, вот. Ну, все держали, помогали друг другу. Там были дети же внутри. Очевидцы помогли. Скорая доставила девочек в первую городскую больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое. В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Сдулись как один. Может быть, все батуты сейчас спущены в Барнауле, потому что начало рабочей недели, все-таки понедельник. А может быть, потому что именно после таких несчастных случаев и начинаются в городе проверки. Установлен владелец батута, индивидуальный предприниматель из города Барнаула. Следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также допросили. Назначен ряд экспертиз. Судебно-медицинское, криминалистические и технические, которые позволят следователям установить степень износа батута. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. СУСК завел еще одно. Теперь о халатности чиновников, которые должны были контролировать безопасность детских аттракционов. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.